Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хован, я рад нашей новой встрече. В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на одни из наиболее часто задаваемых вопросов, которые являются популярны на портале процветок.ком, а раз они там популярны, значит волнуют действительно многих. Итак, начинаем с первого вопроса. Вопрос, при размножении биопрепаратов могут ли на банку попадать прямые солнечные лучи? Конечно могут. Если это пластик или это стекло, даже прозрачное, то оно не пропускает ультрафиолет. Для биопрепаратов, для многих микроорганизмов, длительное воздействие солнечного ультрафиолета является губительным. Поэтому непосредственно вот на воздухе, на улице, на солнечных лучах длительное время вот эти биологические агенты находиться не должны. Что же касается непрозрачных банок, то ну понятно, что они априори не пропускают ультрафиолет. Таким образом, эти солнечные лучи будут совершенно безопасны. Как же создать идиллию микрофлоры в почве? Триходерма, метаризиум, хлорелы, азотфиксаторы, фосфатомобилизаторы. Что и чего поможет? Препараты какие? Агротехника. PH 6,5. Конечно, когда у вас почвы немного более щелочные, то, ну хотя 6,5 это, пожалуй, вообще самая идеальная кислотность почвы для размножения как бактерий, так и грибов. Когда почвы более щелочные, то там преимущественно будут развиваться бактерии. В более кислых почвах преимущество получают грибы. Но как бы там ни было, облагораживать свою почву, особенно которая уже длительное время находится под агротехнику, под влиянием человека, под его деятельностью, конечно, очень и очень необходимо. Что именно поможет? Конечно, есть профессиональное консультирование, когда вы отсылаете образец своей почвы, там куда-то, да, затем вам делают анализ, говорят, сколько там фитопатогенов, сколько там полезной микрофлоры и так далее, там недорого это стоит 40 долларов, 50 долларов, ну разные стоимости есть для этого. И говорят, что вам надо вносить то-то, то-то. Вот так огульно для какого-то неизвестно какого места, неизвестно какого огорода, сказать, что именно вам поможет, очень сложно. Именно поэтому существуют линейки биопрепаратов. И фактически мы должны идти эмпирическим путем. Попробовали это, помогло, попробовали это, помогло. Это не помогло. Значит, этого на вашем участке не используйте. Используйте что-то другое. Конечно, ну кто-то скажет, очень дорого, да, там все на свете пробовать. Но надо для этого слушать наши ролики, нашу информацию, что от чего помогает и в каких случаях от болезни лучше использовать стимул, а в каких случаях от болезни лучше использовать бактоген, да, какая в них разница. Там стимул лучше работает на кислых почвах. У него достаточно узкий спектр. Фузариум, но очень мощно его бьет. А бактоген работает лучше на нейтральных почвах, нейтральных условиях. И у него спектр гораздо шире. Но при этом в отношении фузариума он как все, да, а вот стимул очень силен в отношении фузариума. Поэтому надо выявлять свои проблемы, которые у вас есть, по тем же признакам, о которых, где-то увядание, где-то пятна, где-то там еще что-то такое, гнили происходят. И подбирать те препараты, которые подходят именно вам. В целом сказать, ну, я бы сказал, если бы к вам приехал, отобрал пробы, разложил их по микробиологическому составу и точно вам сказал, что вам поможет. Следующий вопрос. Слышал, что растения усваивают из почвы в первую очередь кальций, а из-за этого калийное голодание. Что же делать с яичной скорлупой, которую копил и рассыпал в почву? Ее не надо сыпать в почву. Да, микроэлементы, элементы питания действительно конкурируют между собой. Я не могу сказать, что там в первую очередь, во вторую очередь, но я точно вам скажу, что избыток азота нарушает потребление кальция. Избыток кальция нарушает потребление калия. Поэтому вот эти вот качели, они все время опасны. Надо подкормки делать очень гармоничными и стараться давать все элементы питания, не отдавая перевес какому-то одному. Подкормки должны быть гармоничными и в определенном составе, о котором мы все время говорим. Когда речь идет о яичной скорлупе, то вы можете сыпать ее в почву щедро, потому что если вы ее только не размололи в кофемолке, она особо быстро не повлияет на какой-то и состав почвы, и всасывание прочих элементов питания. Самое главное, что не нужно делать перекосы в подкормках. Подкормки лучше делать жидкие, то есть более даже жидкие, чем рекомендуется производителям удобрений, но чаще. И в этом случае у вас все будет хорошо и гармонично. Вы никуда не денетесь от того, что вам надо то калием покормить, то зольным раствором. Просто когда я вижу в интернете советы такие, что кормите зольным раствором, а потом в ответ получается вершинная гниль, потому что избыток калия тоже задерживает кальций, они конкурируют между собой при всасывании в растения. И когда вы много щелочного раствора зольного вливаете, то, конечно, это тоже может провоцировать вершинную гниль. У томата, в частности, у перца, у кабачка, как и перекорм азотом, как жирование во время образования плодов тоже может вызывать эти проблемы. Поэтому просто не надо перебарщивать, не надо фанатизма, всего понемножку, но часто. Если янтарную кислоту нельзя использовать для опрыскивания уже больных растений, чтобы не подкормить и патогенов. Касается ли это в такой же степени и настойки хвойных ветов на водке? Нет, не касается. Дело в том, что янтарная кислота, как и сахара, как и органические другие кислоты, ну, как янтарная кислота, да, ну, уксусная кислота не так активно потребляется, ацетаты не так активно потребляются фитопатогенами, да, а вот сукцинаты, янтарная кислота потребляются очень хорошо. Что касается хвойной настойки, то там количество вот этого питания для микроорганизмов, как хороших, так и плохих, оно минимально. Там рулят совершенно другие компоненты, дигидрокверцицин, там всевозможная органика, которая очень позитивно влияет на рост развития растений. Я уже не говорю об эфирных маслах, там тритерпеновых соединениях и так далее. Все хорошее, что там есть. Кто пробовал метаризиум против долгоносика на землянике? Ну, я пробовал, да, так уж вышло, что я пробовал. И вообще, скажу вам честно, что лучше наземных таких насекомых, в том числе долгоносиков, бьет баверия. Поэтому вы вполне можете ей довериться. Но вот интересно, что личинки долгоносика лучше подвержены влиянию метаризиума, а взрослые насекомые подвержены воздействию баверии. Поэтому, если вы уже такой перфекционизм хотите устроить, такой лучший вариант у себя на участке, то лучше используйте и то, и другое. Скажите, пожалуйста, пентасульфатная подкормка подходит только чесноку или другим растениям, клубники, томатов? Дело в том, что она содержит большое количество сульфатов. Она идеально подходит для всех крестоцветных растений. То есть, это и капусты, там, и так далее. То есть, ну, все, что к сере неровно дышит. И луковым культурам, таким как лук, чеснок, многолетние луки, батуны, шнит, там, резонец и другие. Что касается прочих растений, то, например, для перцев, эта пентасульфатная подкормка подходит очень слабо. Лучше ею не пользоваться. Землянику вы можете пролить смело, потому что, ну, клубнику-землянику, она выносит серы достаточно много. Что касается томатов, то здесь нужно быть очень осторожным. Томаты будут извлекать из нее большое количество азота и калия, а значительное количество сульфатов будет сохраняться в почве. И почва локально может весьма закисляться. Да, вот лук и крестоцветные, они и серу забирают, сульфат забирают, а эти там оставляют. Поэтому лучше не перебарщивать, особенно если вы на кислых почвах, и особенно если вы не проводили мероприятие по внесению доломитовой муки, ну, и каких-то известковых удобрений. Поэтому я здесь, вы можете сделать такую подкормку однократно, в два раза разбавленным раствором, если он у вас остался, сразу ничего страшного не будет. Но в целом я рекомендую ее все же вносить под луковые и крестоцветные растения. Каким азотом и в какой дозировке нужно полить опилки весной, которые являются мульчой под клубнику, сульфат аммония, мочевина или селитра. В силу того, что сульфат аммония и селитры достаточно быстро закисляют почву, то я отдаю предпочтение все-таки мочевине. Несмотря на то, что ей необходимы еще процессы определенные для того, чтобы стать источником азота для растений, вот источником азота для микроорганизмов она является сразу же, вот прям сразу же, да, и в этом ее большая ценность. Микроорганизм обладает таким ферментом, как уриаза. Соответственно, они могут ее поедать непосредственно, делая доступной для растений и компенсируя таким образом недостаток при мульчировании опилками или соломой. И поэтому возьмите, пожалуйста, 1-2 столовые ложки мочевины на 10 литров воды и пропитайте такую мульчу, и вы будете абсолютно уверены в том, что у вас не произойдет слишком быстрого закисления почвы, а также ваши растения не будут страдать от нехватки азота. Здравствуйте, Иван Анатольевич! Научите, пожалуйста, как сделать пластинки-липучки для насекомых в теплицу дом, чтобы прилипали летающие насекомые. Уж очень недорогие спасибо. Это очень просто сделать. Берете желтый картон. Ну, конечно, есть определенные оттенки желтого и синего цвета. На желтый реагирует белокрылка и почвенный комарик, а на синий больше реагируют трипсы. Но в любом случае от DHL, а еще от каких-то картонок желтого цвета вы их просто вырезаете. У кого есть принтер, можете напечатать желтые таблички. Такой теплый желтый цвет насыщенный должен быть. И возьмите клей для крыс, который продается в каждом магазине, и нанесите небольшое количество наверх вашей таблицы. Можете несколько полосочек нанести. Когда вы занесете его в теплицу, этот клей начнет стекать с таблицы. Не наносите слишком много. Подберите эмпирическим путем. То есть вот листочек. А, четыре желтого цвета. Вот я делаю две вот такие вот полосочки. Одну сверху из тюбика, не очень жирно, а вторую посерединке. Этот клей размазать, ну, вы можете его размазать чем-то, только не влезьте туда сами. Либо просто оставьте его на жаре, и он постепенно там за недельку стечет вниз, пропитает эту вашу желтую картонку, бумагу, что угодно. Ну, конечно, желательно, чтобы, если вы на бумаге печатаете на цветном принтере, то приклейте на какую-то картонку. Стечет постепенно вниз, для того, чтобы он не свисал оттуда соплями. Ну, попросту соблюдайте меру по количеству этого клея, и у вас будут эти вечные до конца сезона таблицы, для того, чтобы приклеились туда всевозможные мухи. Клей в тюбиках, клей для крыс и мышей. Зверская вещь. Что это может быть? Черная ножка. Стоит ли это сеять? Что делать? Может выкинуть все и не мучиться? Давайте посмотрим, что там за черная ножка. Черная ножка. Нет, это не черная ножка. Это не черная ножка. Прямо такие фотографии. Но это свидетельствует о наличии инфекции. Как правило, такие сеянцы сами довольно быстро погибают. Это кто-то действительно из грибов фитопатогенных. Это может быть даже и альтернария. И зачастую там это альтернария. Конечно, лучше не сеять. Так, чем подкормить огурец? Огурец надо подкормить всем. Вот просто берите и всем подкармливайте. Сказать, что он прям сильно-сильно голодный, я бы не сказал. Ему, мне кажется, больше всего не хватает света. Но когда вы его поставите на яркий хороший свет, его надо будет кормить всем. Все НПК давать в жиденьком виде в каждый полив. И будет чудесный огурчик. Совершенно чудесный огурчик будет. Многие пишут, что рассаду цветов полезно поливать кальциевые селитры, чтобы образовывались мощные корни. Правильно ли это? Если нет, то подскажите, чем полить для лучшего корнеобразования? Нет, конечно. В составе кальциевые селитры есть азот. Он вызовет очень хороший рост надземной части. Это совсем неплохо. Но кальциевая селитра не для этого случая. Абсолютно. Дело в том, что кальциевые соединения тяжело всасываются корнями. И в виде нитрата кальция кальций всасывается хорошо. Именно поэтому его используют для насыщения растения кальцием, для профилактики вершинной гнили. Но ацетат кальция, то есть гашение уксусом, доломитовой муки или мела является гораздо более благоприятным. Оставьте этот нитрат кальция для следующих случаев. А для наращивания корневой системы, пожалуйста, используйте такие препараты, как гулливер и стимул. Они будут очень хорошо способствовать наращиванию корневой системы. А также помните о нижних поливах и о том, что корни в начальной фазе своего развития должны находиться в бедном субстрате. Положите крупочку на дно какую-нибудь питательную, когда пикируете ваше растение, и корни будут к ней тянуться. И с большим удовольствием расти. Искореняющие обработки сада весной. Первая с купоросом, вторая с белизной. Можно ли обе или одну из двух? Что лучше и надежнее, в какой последовательности использовать? Можно две. Если сад у вас сильно заражен, первую сделайте купоросом, второй белизной. Белизной можно работать по уже распускающимся листочкам. Скажите, пожалуйста, что с рассадой острого перца? Длинные ряды, разные сорта перца, других плошек с рассадой перцев. Такого нету. Это Эдема. У Эдема я вам назвал симптом, а вы посмотрите в интернете. Это не инфекционное заболевание у Эдема. Как правило, оно связано с дисбалансом полива. Большой опасности не представляет в фазе рассады. Как правило, после высаживания в грунт проходит. Но все равно почитайте о нем чуть больше. Что ж, дорогие мои зрители, я благодарен вам за долготерпение. Видите, я тут переодевался для того, чтобы вас немножко повеселить и развлечь в ходе ответа на эти вопросы. Задавайте их еще больше. Ставьте им лайки на портале процветок.ком. Для того, чтобы они в рейтинге поднимались вверх. И чтобы мы их точно видели. На этом я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова